Город Каспийск всегда славился своими спортсменами. Наших чемпионов знают во всем мире. Среди них много прославленных боксеров и заслуженных тренеров. Одним из таких людей, являющихся наиболее результативным на сегодняшний день, является Норипаша Талибов. О том, что такое для него бокс и как он пришел в этот вид спорта, узнаете из нашего следующего репортажа. Будучи еще совсем юным мальчишкой, в сентябре 1971 года Норипаша Мухтарович впервые пришел заниматься боксом в спортшколу Олимп. К этому виду спорта его привело желание стать мужественным. Поэтому он прикладывал максимальное усилие к ежедневным тренировкам. Его первым тренером стал Магомед Мусаевич. Она сам здесь очень любых сил, я его подощавый. Мне вверх, наверное, хотелось быть немножко посильнее. А то это мне нравилось, и в то время очень сильно обращаясь. Зрозные обычно всегда выводили младших на улицу и заставляли то побороться, то бороться. И как-то его не хотелось быть последним. Авторитет тренера, особенно такого заслуженного, как Магомеда Магомедова, всегда оказывал большое влияние на спортсмена и сказывался на его характере. Вспоминает о нем как о человеке, который никогда не кричал на своих учеников и наставлял своих воспитанников только с помощью силы слова. Естественно, человеку, как бы, ну, иногда, по имени, был момент, когда он рыгал, а не рыгал, он так доставлял, ему ручку ударило, столько было чужого слушать, стыдно было. Ну, жалости взять и владеть, и, если я сейчас, ну, очень лук педагог. Нурипаша Талибов принимал участие в различных соревнованиях и хотел дальше заниматься спортом. Волею судьбы в 1978 году призвался в армию в городе Ростове-на-Дону. По окончанию службы участвовал в соревнованиях Северокавказского военного округа в городе Волгограде и занял там первое место. Там-то талант юного спортсмена заметил заслуженный тренер Советского Союза Владимир Лавров, который пригласил Нурипашу Мухтаровича учиться в Москву. Вот я закончил институт, значит, после окончания у меня было направление сельскохимунической теоретической механизации сельского хозяйства, вот так называлось. Год я отрабатывал, было очень хорошее место, даже, ну, и условия работы, все мне устраивало. Ну, мне было мало, она выступила у нас одна, и это хотел бы, наверное, раз с ней. Вот так я в 1984 году вернулся домой. По окончанию института в 1984 году Нурипаша Талибов решает вернуться в Каспийск и устраиваться на работу в спортшколу Олимп, уже в качестве тренера. Признается, что никогда не думал тренировать детей. Я всю жизнь мечтал быть великим, я просто бредил этим и готов был умереть ради этого. Хотел закрыть глаза и через 5-6 лет проснулся прославленным, чтобы меня встречали в аэропорту с цветами. Но, к сожалению, мне не удалось добиться столь высоких результатов, как боксеру, и поэтому я решил воплотить свою мечту в своих учениках, делится с нами Нурипаша Талибов. Как говорит он сам, среди его побед не было таких, которые имели бы столь значительный характер. Он стал мастером спорта, победителем молодежного первенства вооруженных сил и чемпионом России среди юношей. Я лет 15 работал, а не думал, что останусь в работе тренировок. Вначале я устроился, я даже, ну, я думал, это время не было. Не потому, что мне не нравилось. Просто в то время, вот, наконец, когда спад был тренировок, я очень сильно нуждался. Я думал, я этого не потянуло. И вот потом, даже два раза я летом ездил, то, где у нас было очень модно ездить в караосанной кирпичи, я ездил назад, так он называл, потом пробовал, было тяжело все. Потом пришелся такой день, не стоял. Каждый раз успел, он пошел деньги, и потом стало легче. И вот теперь уже на протяжении 15 лет он каждый день тренирует ребят. В работе с учениками Нурипаша Талибов называет себя диктатором, может и прикрикнуть на них. Отмечает, что к каждому мальчику нужен отдельный подход. А хилых и слабых ребят ни в коем случае нельзя оскорблять и показывать на их недостатки. Вот там вот мальчик. Конечно, многие ребята будут слабые, да? Вот если мы им ставим третий эффект, то он знает, что он эффект. Он пришел, чтобы стать другим. И вот в этот момент, наверное, учесть, конечно. Вот это нельзя ни в коем случае не говорить. Они очень старательные. Вот эти ребята, которые немножко слабенькие, они очень старательные. И очень часто среди ухода очень знаменитые. Вот только можно, знаете, не испугнуть его там. В том, очень большое значение имеет набор, чтобы эти новички тренировались с новичками. А не так нам пришло, а там, когда парень водеет приемами, он их сбьет, тот, естественно, на следующий день не придет. В своей тренерской карьере Нурипаша Талибова воспитал таких боксеров, как Селимов Альберт, Петербеев Артур, ставших заслуженными мастерами спорта, четырехкратными чемпионами Российской Федерации, обладателями Кубками мира, двухкратными чемпионами Европы. А в 2008 году сразу два его воспитанника, Нуридинов Магомед и Селимов Альберт, стали участниками Олимпийских игр в 2008 году. Список ребят на этом, конечно, не заканчивается. Среди учеников есть и серебряный призер Олимпийских игр 2004 года, Ариб Гаджиев Магомед, и Хейров Руслан, двукратный призер Кубка мира. Рассказывая о своих воспитанниках и подготовках к соревнованиям, вспоминает и свой первый бой в стенах родной спортшколы Олимп, который в будущем он и возглавил. Про первый бой могу вам сказать, может, к этому нужно даже вернуться. Вот в этом зале, где мы сейчас зайдем, если заходите. В то время проводили был такой линейк, ну, это старые боксеры, они поймут, о чем я говорю. Был такой линейк и канифоль. Вот такой, в углу, так, значит, что мы ноги не скользили, но все-таки, как сегодня у многих ребят не было, это было в другое время. И проводили соревнования типа открытого ринга. Вот, собираешься один день, были студии с бабочками, как положено, белый линейк такой, и выходили, проводили один бой. Сейчас в спортшколе Олимп обучается более 700 ребят, а среди профессионального тренерского состава есть и его ученики. Также Нурипаша Талибов разделяет работу в спортшколе с тренерской деятельностью в команде «Баку Фаерс», которому в 2010 году поступило предложение стать главным тренером азербайджанской команды. «Вся молодой чемпионат Европы был в Москве. Ко мне подошел земляк мой, он, ну, уже 20, в Азербайджане, он, там, Дагестане, наш, все, он подошел, пригласил команду. Резидент Григорьевич Генжиев был. А в то время мне были, в Голгарсову возили чемпионат Европы, Артур Бетергиев и Альберт возили чемпионат Европы. Мы уже были на вторую олимпиаду, и до конца олимпиады я не смогу, потому что не могу бросить только у меня. Потом, после олимпиады, ко мне еще что-то зашел уже. Потом я взялся в власти. Мне вот в команде все нравится. Во-первых, там все мои лучшие ученики в самом месте. Там прекрасная база. Отказа нам ни в чем нет. Ребята получают такие поврежденные платы. В планах у Нурипаши Талибова вместе со своими воспитанниками участие в клубном чемпионате мира, где будут принимать участие 12 сильнейших сборных команд. Там же будут выдаваться по три путевки на Олимпийские игры. Поэтому Нурипаша Талибов и его ученики надеются дойти до финала, который состоится 30 мая. У нас была трудная чемпионата. Сейчас она на стадии уже называется сборной судебной. Участвуют 12 команд. 12 классов мира. Очень сильный состав. На Олимпиаде с каждого веса будут выдавать по рейтингу по три путевки. Там она выдавает путевку на английский игрок. 12 команд разделены по 6 команды Европы. По 4 команды с каждого группы выйдут. И после этого начинается стоковый матч у нас. В свою очередь, пользуясь случаем, Нурипаша Талибов выражает благодарность таким людям, как Абакаров Абдул, вице-президент Федерации бокса, Адилову Ахмедхану, Тагиру Ахмедовичу и многим другим, которые по сей день оказывают помощь в спортивной школе. В своей работе каждый тренер для ученика должен быть как отец. Всегда наставлять и поддерживать его в трудные минуты. Нурипаша Талибов говорит, что у нас очень много ребят от Бога. Поэтому всем молодым ребятам он советует заниматься спортом. Желает быть здоровыми и сильными не только телом, но и духом. Очень хочется, чтобы каждый будущий боксер знал и опирался на таких прославленных, как Юмин, Гайдарбеков, Шанавазов и многие другие. И подобая примеру, Нурипаша Талибова каждый из них нашел свое место в жизни и прославил нашу республику. Шахнабад Кулиева, Алексей Колесников. Новости Каспи-ТВ. Новости Каспи-ТВ. Продолжение следует...